Итак, базовые селекторы. С них мы с вами начнем изучение фреймворка jQuery. В данный момент мы с вами разберем 4 базовых селектора. Названы они так не случайно, названы они так, потому что это основа синтаксического разбора дом-модели документа и основа работы, собственно, самой библиотекой jQuery. Первый из базовых селекторов это selector element, подразумевающий под собой название элемента, будь то paragraph, span, div, input и так далее. Второй из базовых селекторов это id, то бишь уникальный идентификатор элемента или элементов, если их несколько с таким идентификатором. Третий из базовых селекторов это класс. Как правило, классы чаще всего используются совместно с каскадными таблицами стилей, но также зачастую их применяют с прицелом на последующий синтаксический разбор дом-модели. Четвертый из основных селекторов фреймворка jQuery это selector звездочка, который вернет абсолютно все элементы дом-модели. Уже используя только этих 4 базовых селектора мы можем ощутить всю мощь данного фреймворка. Я подготовил небольшой примерчик, тут такой маленький html документик, сейчас мы на его примере все это с вами прочувствуем. Например, чтобы выбрать все элементы span в документе, на JavaScript нужно было написать вот такую не самую короткую строчку кода. Чтобы сделать это с помощью jQuery нужно написать всего лишь вот такую строчку. Разница очевидна и думаю уже вас это впечатляет. Еще один примерчик, чтобы отобрать элемент с каким-нибудь ID, на JavaScript нужно написать вот такую строчку. На jQuery это опять же намного короче. Также jQuery позволяет нам намного быстрее делать такие действия, как вот, например, отобрать все элементы документа, которые имеют класс S1. Опять же, на jQuery это делается в несколько символов, а если бы мы сами пытались сделать это ручками на JavaScript, это заняло бы у нас намного больше строк кода, времени и наших с вами сил. Теперь рассмотрим иерархические селекторы. Их тоже не так много, всего 4. Хочу вам указать на то, что это уже получается комбинация. В каждом из иерархических селекторов присутствуют два селектора, разделенные каким-либо оператором. В первом случае это пробел, во втором знак больше, в третьем плюс, в четвертом тильда. Значения этих селекторов, которые вы видите в правом столбце, достаточно многословные и тяжелые для восприятия. Поэтому я подготовил для вас иллюстрации. И сейчас мы с вами на примерчиках очень быстро все это разберем и поймем. Приступим. Первый иерархический селектор, селектор Ancestor Dissident, то есть предок-потомок. Сейчас вы видите схему документа, который мы с вами наблюдали несколько мгновений назад. И также в верхнем правом углу этого серого квадрата видите селектор, который сейчас будем с вами применять. Блок Div в данном случае является Ancestor. Соответственно, все блоки Span, указанные в селекторе, являются Destined, то бишь потомками. Не сложно догадаться, что данный селектор одобрал все элементы потомки Span для нашего блока Div. Следующий иерархический селектор отберет исключительно потомков первого уровня, то бишь дочерние элементы какого-либо определенного элемента или элементов. Опять же посмотрим на селектор, который будем применять. И теперь посмотрим на блок, который является в нашем селекторе первой частью, то есть Parent. Затем следует оператор больше и затем следует блок Span селектор Span, который здесь выступает в роли Child. Как видите на схеме, отобрались только наши блоки Span. Идем дальше. Следующие два иерархических селектора это Sibling селекторы, то есть селекторы, которые работают с элементами одного уровня, то есть систринскими. Применим вот такой вот селектор, как вы видите, в верхнем правом углу. То есть отберем все систринские элементы, вернее не все, а только следующие. Оператор Плюс отберет только следующий систринский элемент, подходящий под селектор Next. Смотрим на иллюстрации, сразу все становится ясно. Ну и последний иерархический селектор, селектор, использующий оператор Tilda. С его помощью мы отберем не только следующий, а абсолютно все систринские элементы, стоящие после выбранного нами элемента. В данном случае это элемент Paragraph с ID Middle и для него систринскими, стоящими после будет еще один элемент Paragraph и блок Div. Теперь давайте-ка с вами взглянем на код и попробуем своими ручками это все прочувствовать, разобраться, увидеть это все на деле. Открываем с вами документик Selector Start. Вы его можете найти у себя на диске в папочке с заданием и проделать ту же самую работу, которую мы сейчас с вами проделаем в прямом эфире. Короткий обзор того, что мы имеем внутри этого документа. Уже подключенную библиотеку jQuery. Блок с описанием стилей для данного документа. Мы его сейчас с вами свернем, потому что здесь нет ничего такого, что нужно постоянно иметь перед глазами. Также здесь у нас HTML-код, схему которого вы видели в теоретической части видео. И вот такой вот небольшой скриптец, результатом выполнения которого будет вывод модального окна с вот таким вот текстом сразу после того, как браузер закончит построение объектной модели документа. Давайте сходим в браузер, посмотрим, как это выглядит. То есть вот дом-модель построилась, модальное окно выведено. Кликаем ОК, идем обратно в Dreamweaver. Так, займемся уже наконец с селекторами. Для начала отведем все элементы Paragraph в толстую такую рамку. Для этого атрибут бора установим соответствующими свойствами. Поставим толщину границей 3 пикселя, тип Solid и цвет Black, черный. В общем, не обращайте внимания на вот эту часть кода. Позже мы с вами все это рассмотрим подробно и досконально. А сейчас я хочу, чтобы вы сконцентрировались на самих селекторах. То есть вот это вот все, что дальше, оно просто сделано для того, чтобы визуально выделить эти элементы. Вот, идем в браузер, обновляем наш документ, видим, да, все параграфы выделились. Теперь давайте выделим не все параграфы, а те, которые обладают классом S1, да. У нас такой параграф, только один. Вот он, где будет. Идем в браузер, смотрим, что получилось. Вот, только такой. Теперь давайте выделим бам-бам-бам. Вообще, все элементы, которые обладают классом S1. Для этого вот скомбинируем селектор и звездочка и селектор с именем класса. Опять идем в браузер, видим, что получилось. Так, теперь давайте рассмотрим иерархические селекторы, да. Рассмотрим ту же конструкцию, с которой работали в теоретической части, да. Выделим все потомственные элементы для блока с ID div-блок. Для этого прописываем вот такой вот селектор, сохраняем документ, идем в браузер, обновляем, смотрим, что у нас получилось. Выделить абсолютно все блоки span, которые лежат внутри нашего блока div. Если же мы хотим не все, а только дочерние, да, как бы потомка в первом уровне, ставим между этим селектором, и вот такой вот оператор больше. Опять идем в браузер, обновляем страничку, видим, что вот этот внутренний блок уже не выделился, так как он потомок второго уровня. Снова идем в Dreamweaver, и теперь давайте-ка уже сиблинг-селекторами займемся. Для этого нашему параграфу с id middle отберем следующий за ним элемент p, да, сохраняем документ, снова идем в браузер, обновляем страничку, что видим, выделился, нужен нам параграф. Если же мы здесь напишем не p, а span, например, сохраняем документ, идем в браузер, смотрим, сейчас ничего не выделится. Почему, да? Потому что за вот этим вот элементом с id middle нету следующего сиблинг-элемента span. Если же мы его добавим, сохраняем документ, снова идем в браузер, обновляем нашу страницу, он, соответственно, выделится. Так. Ну, если мы, конечно, напишем, например, вот такой вот селекторчик, вместо плюса поставим тильду и вместо span нарисуем следочку, то есть берем абсолютно любого типа элементы, которые сестринские по отношению к вот этому вот параграфу с id middle. Идем в браузер, обновляем страницу, смотрим, у нас виделся span, параграф с индексом 2 и div-блок, в котором лежит еще куча спанов. Вот. Снова идем в Dreamweaver. Теперь по поводу комбинации, да, селекторов. Теперь мы можем комбинировать селекторы с классом. Если вы хотите выделить элементы, которые обладают одновременно и классом S2 и классом S3, то пишите вот такую вот конструкцию. Идем в браузер, обновляем страничку, выделился вот это наш параграф с индексом 1. Если же поставить здесь запятую, то выделятся у нас все элементы, обладающие классом S2 или S3 или тем другим вместе. Снова идем в браузер, снова кликаем обновить, наблюдаем полученный результат. Вот. Это что касалось базовых селекторов, теперь давайте займемся фильтрами. Идем в браузер.